Опыт читателя, который 10 лет занимается голоданием. Пришло интересное письмо человека, длительное время практикующего голодание. К вам один вопрос. Я около 10 лет занимаюсь голоданием по методу Юрия Николаева. Этот метод включает прием солевого слабительного. Однако в последнее время на фоне различных публикаций о вреде слабительных я начал сомневаться, а не вызовет ли это нарушение функции желудочно-кишечного тракта. Видите, вот Николаев давным-давно этот метод опробовал, убедился в том, что это вообще-то нормальная вещь. Ну вот появились новые светила, в кавычках, которые все отрицают, все у них там что-то по-новому и так далее. То есть практики никакой. Но по каким-то там соображениям вот это вот явление есть. Что я ответил? Меня всегда удивляет то, как легко можно человека сбить с толку. Человек 10 лет голодает, практически все постиг, получил пользу и вдруг какая-то статейка перечеркивает весь его опыт. Главным критерием всего является ваш собственный опыт. Например, существует два противоположных мнения. Какое из них правильное? Берете и на собственном организме их проверяете. В результате вы приобретаете опыт, который укажет, что верно, а что нет. Юрий Сергеевич Николаев провел сотни разных голоданий на людях с разными заболеваниями. Накопил самый ценнейший практический опыт, на основании которого и дал эффективные и безопасные рекомендации. Вы в течение 10 лет это проверили на себе, убедились в их эффективности и на тебе. Зло через статейку все перечеркнуло, внесло хаос в ваше сознание. Подорвало в веру свой собственный опыт. Вот это самое плохое. Собственный опыт и вы начали сомневаться, а правильно или нет. Это очень плохо. И говорит о крайней подверженности сознания человека разного рода сомнения. Итак, дальше продолжаем. Что он говорит? Дело в том, что я провожу длительное голодание 3-4 раза в год. Периоды постов. Да, периоды постов наиболее правильное время для длительного голодания. Очень правильно поступаете. Длительный голод лучше и эффективнее всего проводить во время постов. Вопрос. С другой стороны, прием слабительного, солевого. Несколько напоминает мне Шанг Пракшалану, о которой вы отзывались позитивно. Я отвечаю. И то, и другое действует аналогично. Шанг Пракшалана. В переводе означает раковину. Теплая, соленая вода. Похоже на морскую. То есть, по своей солености она должна быть более соленой, чем в Черном море. И по вкусу более горчит, чем солонит. В количестве примерно 4 литров. Постепенно пьется, выполняется определенное движение. И вода, пройдя через желудочно-кишечный тракт, как через раковину, почему и названа жизнь раковина, выливается вон. При этом соленая вода прекрасно промывает, очищает и обеззараживает желудочно-кишечный тракт человека от болезнетворных микробов и грибков. Открывает желчные протоки. Все это впоследствии прекрасно сказывается на пищеварении. Во время очищения с помощью слабительного, солевого слабительного, желательно пить больше воды до и после приема слабительного. Примерно пол-литра-литр, до и столько же после. В результате получается эффект шанг-пракшаланы. Совсем недавно я для себя увидел эффект шанг-пракшаланы. Знаете, от чего? Мне захотелось выпить пивка. Я взял соленые рыбы. Знаете, есть такая струганинка, там таранка, вобла. Соленые рыбы, бутылку пива, полтора литра. И вот в охоточку я только раз, примерно литрик я и приговаривал. Через некоторое время начался очистительный эффект, похожий на шанг-пракшалану. То есть вот пиво и соль, которые находились в рыбе, они подействовали подобно эффекту шанг-пракшаланы. Открыли клапана, вызвали обильное прослабление. И меня прекрасно прочистило. Я просто не ожидал, что можно так с помощью пива. А пиво, кстати, это горчинка. А горчинка еще убыстряет все циркуляторные процессы. И плюс, естественно, соли, которые находятся в соленой рыбе, вызвать вот такой вот эффект. То есть не выполняя специально никаких упражнений, ничего. Накатил где-то литр пива. И примерно где-то часа через полтора, час-полтора, начался вот этот вот интересный эффект. Прекрасно прочистило меня. А шанг-пракшалана, видите, как действует. То есть важно знать принцип. А зная принцип, вы можете это сделать в виде солевого слабительного. А шанг-пракшалана, это обилие воды соленой тоже, является солевым слабительным по своему действию. Ну и плюс пиво с рыбой оказывает тот же самый эффект. Далее вопрос. Пробовал голодать с приемом урины. Внутрь и при крыльзмении с обычной неупарины. Но при этом чувствовал более сильную интоксикацию, чем по методике Николаева. Более сильная интоксикация связана не с тем, что урина, вводимая повторно, вносит шлаки и отравляет организм. Нет. Это связано с тем, что урина лучше растворяет и вымывает шлаки. В результате этого процесса они в большем количестве поступают в кровяное русло, и это воспринимается как более сильная интоксикация на голоде. В результате уринового голода происходит более эффективное очищение организма, чем во время обычного. То есть, есть такая интересная вещь. Подобное растворяется подобным. И когда вы растворили в нечто там подобное, и оно выходит из вас, и вы его опять вводите назад, оно еще сильнее действует на то, что там у вас пооставало. Так, это к примеру. Дальше идет вопрос. Мне не хочется отказываться от приема сливого ослабительного. Дело в том, что, применяя сливого ослабителя, я прочищаю печень, так как при этом открываются желчные протоки. Прочищается щеточная кайма. Щеточная кайма – это микроворсинки толстого кишечника, через которые происходит поглощение организмом пищи. Я об этом в недавнем видео рассказывал. Значит, щеточная кайма тонкого кишечника и смывается наиболее легко, отделяя моча шлаков к кишечнике. По конституции я ветер, поэтому я, проводя небольшие строки голодания около пяти суток, достигал хорошего оздоровления. Ну, я ответил так. Вы очень верно проводите голод пять-семь и чуть более суток. Наилучшие строки голода для вас. Для тех людей, которые имеют конституцию ветра, желательно проводить теплое время, либо в теплом помещении. Голодание с приемом урины внутрь и с использованием клизм с уриной, я заметил, имеет тоже свои преимущества. Язык не покрывается белым налетом. Нет неприятного вкуса во рту. Первая дефекация происходит легко, без овечьего кала. То есть каждый на выходе должен вот изучить реакцию своего организма и подобрать то, что ему наиболее всего подходит. Овечьий кал указывает на то, что происходит подсушивание организма со всеми вытекающими последствиями. Значит, я отвечаю о прекрасном наблюдении. Язык меньше покрывается налетом, потому что урина частично связывает и растворяет себе шлаки и быстро выводится из организма. Неприятный вкус во рту во время голода возникает от того, что выделяется гнойное содержимое из лунок зубов, гланд, носоглотки и тех шлаков, которые выделяются верхними путями. Кстати, особо я скажу о слизистых глазах. У некоторых людей глаза закисают на голоде. Это говорит о том, что настолько голова, лицо, гаймору и пазухи заражены вредной микрофлорой, которая на голоде убивается и в виде гноя выводится наружу. То есть даже глаза участвуют. Прием урины на голоде позволяет все это вовремя нейтрализовать, связывать, обезвредить и вывести вон. Отсюда и нет белого налета на языке, нет и неприятного вкуса. Урина, к тому же, является природным нормализатором жизненных процессов организма. Гармонизирует их, что ведет к нормализации стула. Это очень и очень важно, ибо сам по себе голод ведет к перевозбуждению ветра, сушит кожу, кал, ведет к запорам. И вот здесь прием урины, а также других мероприятий на голоде, а самое главное после него, позволяет все эти неприятные явления своевременно погасить. Особенно сильно и резко этот негатив выражен у лиц с индивидуальной конституцией ветра. Для слизи под сушка организма, наоборот, благо. Это такой большой, склонный к набору веса человек. Вот почему архиважно голодать с учетом собственной индивидуальной конституции. Применять такие дополнительные средства на голоде, которые гармонизируют все жизненные процессы в организме и способствуют только хорошему и его вопросу. Поэтому в дальнейшем, если это неверно, я хотел бы совместить прием солевого слабительного. Значит, я предпочитаю сирнокислую магнезию, о которой Юрий Николаев писал. Она не дает побочных эффектов. И уринотерапию. Что вы думаете по этому поводу? Для меня это жизненно важно. Солевое слабительное, я отвечаю, принятое накануне голода, позволяет очистить желудочно-кишечный тракт человека и этим быстро войти в голод, допустить его целительные механизмы. Такой прием, применяемый всего 3-4 раза в год, ничуть не повредит организму, а наоборот, сделает голод более эффективным. В сочетании уринотерапии и предварительного очищения организма с помощью солевого слабительного лишь повысить очистительное, целительное и восстановительно омолаживающее действие голода. Применяйте то, что вы делали раньше и наслаждайтесь здоровью. А спрашивал это некто Рашид. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровьица и до новых встреч!